Верхнеуральский район присоединился к всероссийской акции «Диктант Победы» инициированной партией «Единая Россия» в рамках проекта «Историческая память». Все люди заинтересованы, молодежь, ветераны, поэтому удачного нам всем участия в этой прекрасной акции. В нашем районе «Диктант Победы» 24 человека писали 7 мая во второй городской школе. Время уходит, поколение растет, новое. А вот такие акции, которые у нас сейчас идут, и они не только, я уверена, что они будут, этот «Диктант Победы» и будет он как и «Бессмертный полк» для международной акции, они позволяют нам как-то сохранить память, историю и показать молодому поколению, что нужно это. Я даже не знаю, для меня это очень волнительно. Перед началом диктанта к участникам обратились ветераны Великой Отечественной войны. Также было прямое включение из Московского музея Победы на Поклонной горе. Участникам было дано 45 минут, чтобы ответить на вопросы об истории войны. Подведение итогов состоится 12 июня. Победители будут определены на местном, региональном и федеральном уровне. Победителями будут признаны те участники, кто наберет максимальное количество баллов на наименьшее время. В Челябинской области диктант Победы написали на 43 площадках по всей территории региона. Добавим, что диктант прошел на 1233 площадках. Из них 1189 находятся на территории нашей страны и еще 44 в зарубежных государствах. По предварительным подсчетам, количество участников диктанта Победы превысило 50 тысяч человек. Но никаких границ заранее не ставилось, потому что участие абсолютно добровольное. Иностранные площадки были организованы в 23 государствах.